Всех вас сердечно приветствую с этим радостным, светлым, весенним праздником Хода Господня в Иерусалим. И как вы уже слышали в сегодняшнем послании к филиппийцам апостола Павла, находим замечательные слова. Всегда радуйтесь. И еще говорю, радуйтесь. Почему эти слова предлагает нам Церковь в день воспоминаний о входе Господнем в Иерусалим? Да потому что ведь народ радовался. Кричали осанно, постелали по дороге одежды свои, срезали ветви деревьев, бросали под ноги Спасителя, приветствую Его как победителя смерти, ибо все были наслышаны о том, что Он силой своей воскресил четверодневного лаза. О какой же радости нам говорит апостол? Он предлагает нам радоваться так, как радовались жители Иерусалима? Совсем нет. А как же тогда можно радоваться? И тут же в этом послании апостол говорит, мир Христов, который превыше всякого мира, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И сердца, и помышления. Христос – источник радости. Он – источник потленного веселья, переходящего в жизнь вечную. И без Христа нет такого источника. Вот почему и говорит апостол, «Всегда радуйтесь, потому что если живете со Христом, если мир Христов становится вашим миром, то в вашу жизнь приходит радость, как величайшая ценность и как показатель богатый и сильный и независимый от внешних обстоятельств внутренний духовный в жизни человеку». Вручи Господу свои добродетели. Не надо махать ветвями. Не нужно производить нечто, что является выражением внешней, поверхностной, быстро проходящей радости. «Ты ему вручи свои добрые тела, ты открой перед ним свое сердце, ты открой перед ним свой разум, и тогда мир Христов, который превыше всякого мира, соблюдет и сердца, и помышления наши в Иисусе Христе Господи наш». Субтитры создавал DimaTorzok